МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Положение в республике достаточно сложное по этому вопросу. Скажите, пожалуйста, как на сегодня обстоят дела в сфере соблюдения законодательства о долевом строительстве? Деятельность по привлечению средств граждан для долевого строительства на территории республики осуществляют 68 застройщиков. Ими осуществляется застройка 136 объектов. По 18 из них на сегодня, к сожалению, имеют место нарушения сроков ввода объектов в эксплуатацию. А скажите, а в чем причины нарушения сроков ввода строящихся объектов в эксплуатацию? И 18 это по всей республике, да? Да, 18 это по всей республике. Наиболее серьезными причинами является, конечно же, совершение преступлений руководителями организаций застройщиков, которые используют средства дольщиков не по целевому назначению или присваивают их обманным путем. Признаки мошенничества на сегодня усматриваются в деятельности таких застройщиков, как Северная строительная компания, строительно-производственная фирма Черев и Ка и ООО «Макрос» Черепчинского района, в связи с чем правоохранительными органами возбуждены уголовные дела. Другой причиной является безответственное или неквалифицированное отношение руководителей организаций застройщиков к застройке объектов. Выражается оно в том, что они приступают к строительству в отсутствии проектной документации, ее экспертизы или с иными нарушениями, что препятствует завершению строительства. Так было в случаях с обществом Север Теплостройсервис, Теплосервис, ЖСП Кастерх. Указанные организации и их руководители с 2013 года были неоднократно привлечены к административной ответственности. Ирина Геннадьевна, а что тогда с теми дольщиками, которые вложили уже свои финансовые средства в те компании, которые подрядчики, которых вы перечислили? Какова их судьба тогда дальше? В каждом случае она разная. Там, где были заключены договоры страхования гражданской ответственности, соответственно, дольщики должны получить страховые выплаты. В разных случаях по-разному решается вопрос. Привлечены на сегодняшний день все заинтересованные ведомства и организации. Министерством строительства республики проводится большая работа в этом направлении. Удверждаются дорожные карты по каждому объекту. И везде пытаемся найти совместный вариант решения проблемы. То есть механизмы существуют разные, их много. А скажите, пожалуйста, совет, как не стать обманутым дольщиком? Выходя на рынок недвижимости, следует помнить следующее. 100% гарантия о том, что дом будет застроен, что застройщик не обанкротится, и что вы не станете объектом уголовного преступления, к сожалению, не существует. Лучший способ борьбы с недопросовестным застройщиком превентивный. Необходимо знать нормы закона, гарантирующие права дольщиков. Общим правилом должно стать внимательность при выборе застройщика и подписании документов. Необходимо изучать информацию и документацию о застройщике и объекте строительства. Ни в коем случае нельзя участвовать в серых схемах. В случае возникновения малейших сомнений нужно обращаться к юристам. А что такое серая схема? Дело в том, что 214-м федеральным законом об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в качестве способа привлечения денежных средств для строительства предусмотрено только три формы. Договор участия в долевом строительстве, выпуск жилищных сертификатов, жилищно-строительный или жилищно-накопительный кооператив. В иных формах привлечение денежных средств граждан для строительства запрещено. Если вы подписываете любые иные формы оформления сделки, будь то предварительный, инвестиционный или агентский, либо любой другой договор, закон не гарантирует сохранение вложенных вами денежных средств и соблюдение ваших прав как дольщиков. Скажите, пожалуйста, а какие меры принимаются к тем недобросовестным застройщикам, которых вы перечислили, в результате чего многие люди пострадали, вложив свои деньги в строительство, таким образом не получив долгожданное жилье? В первую очередь, в действиях таких недобросовестных застройщиков рассматривается наличие признаков состава преступления. Как я уже говорила, это, как правило, не целевое использование средств, либо мошенничество. При отсутствии таковых рассматривается наличие состава административного правонарушения, в частности, предусмотренного статьей 1428 Кодекса об административных правонарушениях. Это ряд нарушений законодательства в сфере строительства и законодательства о долевом участии в строительстве. Есть ряд полномочий у контролирующих органов в том случае, когда, например, застройщик не соответствует, он ежеквартально представляет отчетность, если он не соответствует нормативам финансовой устойчивости, то у контролирующих органов есть право обратиться в суд с иском о приостановлении деятельности этого застройщика по привлечению денежных средств граждан и так далее. – Ирина Геннадьевна, Вы уже сказали о том, что нужно очень внимательно изучать всю документацию застройщика, очень внимательно все прочитать, изучить. Но ведь не все граждане у нас имеют, может быть, юридическое образование, может быть, не столь грамотны, чтобы понять вообще, насколько документ соответствует закону. В этом случае что Вы посоветуете? – Прочитает он, а для него, но как бы это прочитал и прочитал. Прежде всего необходимо знать, что застройщиком может быть прежде всего только юридическое лицо, имеющее в собственности либо на ином зарегистрированном праве земельный участок и привлекающие денежные средства на строительство именно на этом земельном участке на основании полученного разрешения на строительство. Застройщик вправе привлекать денежные средства дольщиков только после размещения проектной декларации. С 1 января текущего года введен ряд дополнительных требований к застройщику, в отношении него не должны проводиться процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности, он не должен присутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, у него не должно быть недоимки по платежам в бюджеты, у директора и бухгалтера не должно быть судимости за преступления в сфере экономики, а также не должно быть дисквалификации, они не должны состоять в реестре недобросовестных участников аукциона по земле. Также с 1 января текущего года по всем новым объектам соответствие застройщика, названным мною требованиям, проверяет уполномоченный орган. Таким органом в нашей Республике является Управление Государственного строительного жилищного надзора Республики. Заключение этого органа о соответствии застройщика требованием закона должно размещаться на сайте застройщика. Поэтому главная задача наших граждан обратиться на сайт застройщика, это я уточнюсь по новым объектам, которые с этого года начинают привлекать денежные средства по которым, и посмотреть, есть ли на сайте застройщика соответствующее заключение уполномоченного органа. Скажите, пожалуйста, вот информация действительно очень объемная, на что стоит обратить внимание и так далее, да? Ну, а где можно эту информацию еще, может быть, вот, ну не все запомнили, может быть, услышали, не услышали, да, а где вот это можно еще раз прочитать и ознакомиться с этой информацией, это первый вопрос, да? И второй, если возникает необходимость поддержки, какой-то помощи юридической, куда тут же можно обратиться? Кому? Кому? Прежде всего, необходимо сказать, что в соответствии с 2014-м федеральным законом, значит, застройщик обязан представить любому обратившемуся к нему лицу свои учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет, годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность за три последних года, аудиторское заключение за последний год работы. Кроме того, с 1 января текущего года застройщика возложены дополнительные обязанности в этой сфере, он обязан обеспечить свободный доступ к информации о своей деятельности посредством создания и ведения интернет-сайта. Если раньше это было правом и многие застройщики его реализовывали, то на сегодняшний день это обязанность. На сайте застройщика должен быть размещен как раз-таки тот перечень документов, который необходим для оценки его и финансовой устойчивости, и вообще его репутации и так далее. В числе этих документов аудиторское заключение, разрешение на строительство, проектная декларация, заключение о ее экспертизе и так далее. И в том числе, как я уже говорила, заключение у полномоченного органа. Бездействие по раскрытию такой информации влечет административную ответственность застройщиков. И что здесь важно, на что обратить внимание, что и разрешение на строительство, и проектная декларация, и документы на земельный участок должны быть оформлены на одно юридическое лицо. То есть на то лицо, с которым вы планируете заключить договор долевого участия в строительстве. Елена Геннадьевна, а каким образом можно изучить вообще репутацию застройщика? Понятно, что на сайте этого застройщика не будет сказано ничего, никаких отзывов, никаких, я не знаю, рекомендаций. И работаете ли вы в этом смысле с гражданами? Могут ли граждане обратиться к вам, чтобы узнать, не привлекался ли этот застройщик, какая у него репутация? Вот вы назвали несколько компаний, но граждане ведь не знают, что они уже вот в поле вашего зрения. Да, совершенно верно. Дело в том, что органы прокуратуры это орган надзорный, а основной орган, контролирующий в этой сфере, это управление государственного строительного и жилищного надзора. Именно на сайте этого органа как раз-таки размещаются реестры с информацией о том, не обращался ли контролирующий орган в суд как раз-таки с целью приостановления деятельности застройщиков по увеличению денежных средств. Также на его сайте размещена информация у всех застройщиков, соответствующих требованиям закона. Поэтому прежде всего нужно обратиться на сайт застройщика. Ну это, конечно же, самый главный документ, это договор долевого участия в строительстве. Что должен содержать этот документ непременно, на что обратить внимание тоже потенциальным клиентам того или иного застройщика? Да. Помимо определения непосредственно подлежащего передаче объекта строительства, срока его передачи, порядка расчетов за него. Договор в обязательном порядке должен содержать гарантийный срок на объект долевого строительства. Также в обязательном порядке в договоре должны быть определены способы обеспечения застройщиком исполнения его обязательств. К их числу относятся залог самого земельного участка, залог строящегося объекта, а также по выбору застройщика поручительства банка или страхование его гражданской ответственности. Кроме того, в договоре в обязательном порядке должна быть информация о планируемом возмещении за счет средств дольщика затрат на строительство каких-либо объектов социальной инфраструктуры, если это планируется. Необходимо сказать, что отсутствие каких-либо из этих условий влечет недействительность договора. И это как раз и будет являться, наверное, гарантией дольщиков в случае банкротства того или иного застройщика, да? Или еще есть какие-то гарантии у дольщиков? Безусловно, они есть. С 1 января этого года застройщики по всем новым объектам осуществляют обязательное отчисление до 1% от планируемой стоимости строительства в учрежденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в фонд защиты прав граждан участников долевого строительства. И в случае, если по новым объектам впоследствии возникнут какие-то проблемы, то компенсация затрат граждан будет производиться за счет этого фонда. А сколько у нас уже застройщиков объявлено банкротами? Есть такая информация? Ну, в данный момент такой информации не располагаю. Ну, еще, наверное, происходят изменения в законодательстве и в 2017 году, но мы об этом поговорим чуть позже. А пока я благодарю вас за это интервью. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. Еще раз напомню, что гостем в студии был старший помощник прокурора Республики Саха-Якутия по правовому обеспечению советник юстиции Ирина Геннадьевна Машкова. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин